Черный человек Друг мой Друг мой Я очень-очень болен Сам не знаю, откуда взялась эта боль То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем То ли, как еще в сентябрь Осыпать мозги, как он Голова моя Машет ушами Как крыльями птица Ей на шее ноги маячит Больше не вмочь Черный человек Черный 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 человек на кровать ко мне садится Черный человек спать не дает мне всю ночь Черный человек ходит пальцем по мерзкой книге И гнусавя надо мной Как над усопшим монах Читает мне в жизни какого-то прохвоста Из-за булдыги Нагоняй на душу тоску И страх Черный человек Черный 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 Кар Babers Бормочет он мне В книге много прекраснейших мыслей и планов Этот человек подживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чистил, и метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей матки был он изящий. Кому же поэтка с небольшой, но ухватистой силою и какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Счастье, говорил он, есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастные всегда известны. Это ничего, что много мух приносит изломанные и лживые жесты. В грозы, в буре, в житейскую стынь при тяжелых утратах. И когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым. Самое высшее в мире искусство. О, черный человек, ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь водолазовый, что мне до жизни скандального поэта. Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубою плевотой, Словно хочет сказать мне, что я жулик и вор. Там бездитный наш, обокравший кого-то. Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, Только круче в сентябрь осыпает в мозги алкоголь. Ночь морозная, тихо, пока перекрестка. Я один у окошка ни гостя, ни друга, ни жду. Вся равнина покрыта сыпучей и мягкой звездкой. И деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Где-то кричит ночная золейшая птица. Деревья, всадники, сеют копытливый стук. Вот опять этот черный на кресло мое садится, Приводняв свой цилиндр и откинув ним прежностью ртук. Слушай! Слушай! Хрипит он, смотря мне в лицо, сам все ближе и ближе клонится. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из подлецов, Так ненужной группа страдал бессонницей. Ах, положим, ошибся, ведь нынче луна. Что же нужно еще напоенному дремой мирику? Может, с толстыми ляжками? Тайно придет она, И ты будешь читать свою дохлую, тонную лирику. Ах, люблю я поэтов. Ай, забавный народ! Мне всегда узнаю историю сердцу знакомую, Как прыщавый кусистки, Длинноволосый урод, Говорит о мирах, Половой истекая истомою. Не знаю, не помню, В одном селе, Может, в Калуге, А может, в Рязани, Жил мальчик, В простой христианской семье, Жил-то волосый, С голубыми глазами, Вот стал он взрослым. К тому же, поэтка, С небольшой, но ухватистой силою, И какую-то женщину, Сорока с лишним лет, Называл смертной девочкой, И своею милою. Черный человек, Ты прескверный гость, Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, Разверен, И летит моя трость Прямо к морде его, Черезнутицу. Месяц умер. Синит в окошко рассвет. Ах ты, ночь! Что ты, ночь, наковергала? Я в цилиндре стою, Никого со мной нет. Я один, И разбитое зеркало. Браво! Браво! Спасибо.